Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Я Олег Дмитриев, и как всегда в это время мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, но хочется два слова еще о погоде, мне очень понравился этот прогноз погоды. Ночью минус 9, ясно? Беда. Итак, вернемся к нашей теме. Ситуацию на финансовых рынках мы сегодня обсуждаем в компании с моей гостей. Иван Кабулаев, управляющий директор Инвест Кафе. Добрый вечер, Вань. Добрый вечер. И Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций РосЕвробанка. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и просто делитесь наблюдениями. Наблюдений, я предполагаю, огромное количество, уже в глазах рябит от этих наблюдений. Каждую секунду практически, ну хорошо, я утрирую, каждые несколько минут происходит какое-то событие, и в результате вся картина маслом меняется. Ну и о картине маслом. 1804 в Москве. Я традиционно сейчас хотел бы нарисовать эту самую картину, что происходит на это время на финансовых рынках. Итак, и так, и так. Ну давайте с нас начнем. Мы падаем сегодня, что, собственно, уже, наверное, ни у кого не вызывает. Опять падаем. Опять падаем, Вань, опять падаем. Мы же еще даже не успели подняться, но уже падаем. Итак, сегодня отрицательная территория и у РТС, и у МВБ. Первый теряет 0,8% и уверенно ниже 1500, 1447. Значит, ММВБ 1419. Текущая котировка минус 0,6%. Ну, не знаю, поддержали нас или мы их поддерживаем, но, тем не менее, сегодня азиатские рынки тоже в минусе. Nikkei 225 потерял половину процента и чуть больше процента китайский индекс Shanghai Composite. А вот Европа, несмотря на все, да, в малом-малом плюсе. Фуции прибавляют 0,2%. Ну и аплодисменты, я не знаю, как иначе это назвать. Американцы открылись и торгуются уже, прибавляя, прибавляя. Вчера немножко корректнулись они. Полпроцента Dow Jones и почти полпроцента S&P 500. И опять стоят на хаях. Ну, я так понимаю, в ближайшее время опять под гром аплодисментов они эти хаи пройдут. Ну, что будет, наверное, и правильно. Мы будем плакать от зависти. Радоваться будем, плакать от зависти. Потому что мы падаем, они растут. Где это видно? Где это видно? Где это слышно? Слыхано. Помнишь, этот папа решает, а Вася сдает. Что происходит на сырьевых рынках и на рынке Форекс? Ну, там все достаточно интересно. Как минимум, на сырьевых рынках нефть марки Brent выше 108 долларов. 108.28 его текущая котировка. Золото 1596 за унцию. Ну и евро-доллар вновь снижается ниже 1.29. 1.2864 в моменте его курс. Доллар-иена выше 94. Основной набор голубых фишек сегодня в отрицательной территории. Кто бы сомневался. И, внимание, минус 5% АвтоВАЗ. Минус 2,5% Аэрофлот. Минус 2,1% ВТБ. Минус 4,5% НЛМК. Минус 1,1% Роснефть. Минус 4,5% Росгинбург. Минус 5% Северсталя. А? ФСК упал. У меня нет просто в этом списке. И в плюсе, по-моему, только Норникель и Русал. Да, да. Вот я сейчас смотрю на остальной набор. Да, в плюсе у нас Норникель. Ну и после вчерашнего, видимо, вот это. Отскок. Нервы, да, нервы вчера там. Обрамович отпустил от податок. С миром. Не забирая, да, не забирая. Значит, прибавляет Норникель действительно чуть больше процента. 1,2%. Лукойл, 0,8%. Ну и Уралкалий, 0,5%. Вот такая вот абсолютно, Вань, на мой взгляд, непонятная ситуация. Можешь ты пояснить вообще, что происходит в этом мире? Наоборот, понятно. Понятно все, да? Конечно, бегство капитала, классическое. Вот то, о чем все боялись. То и началось. Побежали деньги из России. Паника. Ну, такая пока. С какого момента побежали-то? Мы с Кипра. И в прошлом... А, с Кипра. Мы и в прошлом году говорили, у нас отток капитала, отток капитала, отток капитала. Ну, это не совсем то же самое, что было в прошлом году. То есть, все-таки сейчас такое мощное закрытие всех нерезидентских позиций произошло на российском рынке. И причем поводом это была вот эта вот история с Кипром, да? Кипром, да. Ну, некоторые панические настроения в случае с ВТБ, ну, это другая немножко грань этого бриллианта. У ВТБ большой бизнес на Кипре, и он действительно может быть подвергнут там либо ограничениям движения капиталов, либо списанием. Ну, то есть, то, что озвучили, да, господа из ВТБ, вот там что-то несколько сот миллионов долларов, это далеко от действительности. Не, ну, по-моему, они официально заявляют, что у них около 14 миллиардов капитал, а активы банка. Да-да-да, в дочке там. И, соответственно, ну, там, ну, то есть, если будут какие-то ограничения в отношении 14 миллиардов, то уже приличные могут быть потери или приличные убытки. Не знаю, они могут быть и бумажными, могут быть и настоящими, время покажет. А все остальное, это все производное от этого процесса Кипра. Боятся инвесторы. Мы, на самом деле, не самые главные проигравшие на развивающихся рынках. Все развивающиеся рынки сейчас начали активно падать, вот, и люди уходят. Вот, рост американских рынков, как раз это тоже вот производное от всего этого процесса. Ну, то есть, побежали туда, где надежно. Да-да-да. Где надежно, только одно место. Подожди, ты говоришь, развивающиеся рынки все падают, да? Почти все. Ну, я думаю, что вряд ли у всех остальных развивающихся рынков есть на Кипре какие-то интересы, ну, по крайней мере, сравнимые с российскими. А все очень интегрировано, тут же, ну, то есть, российские интересы к Кипру, это не совсем российские интересы к кипрской финансовой системе, к кипрским банкам. То есть, тут нельзя путать, это две разных истории. То есть, пресловутый офшор, да, и там... Никуда не денется. Кипр, как офшорный центр, он никуда не денется, он будет продолжать обслуживать, ну, там, он входит в тройку самых больших центров финансовых в мире офшорных, наряду с BVI и, там, Маврикием, например. Вот, этот центр никуда не денется, а банковская система Кипра, которая была раздута именно вот этими транзитными потоками, она, ну, да, она сейчас схлопнется непонятно в какую сторону, непонятно за чей счет она схлопнется. Ну, на самом деле, самое важное, что для всех, для всего фондового рынка, для всего финансового рынка было новостью то, что, то, как жестко повелась Германия в данной конкретной истории. И боятся сейчас, скорее, не конкретно проблем с Кипром, которые, ну, действительно, сам по себе не являются таким доминирующим... Локальные они, да, все же? Абсолютно локальные проблемы, да. Не так много, в конце концов, завязаны именно на кипрские банки. А как бояться того, что это продолжится в Греции более широком масштабе, да, и в Испании с Италией? Вот, если там будет применена такая же риторика, которую сейчас мы видели от Германии, вот, то самое закручивание брюссельских гаек, вот, то тогда не поздоровится уже всем другим периферийным экономикам. Причем с мультипликатором значительно более высоким. То есть, Олег, мы можем говорить, да, что мировая финансовая система, она вот сейчас на грани находится. Потому что прецедент создан, по сути, да, хоть и отыграли, отмотали они там назад немножко. Но, в принципе, да, сам факт того, что заявляют, ребята, сейчас мы вас там урежем. Ну, скорее, не мировая, а именно европейская. То есть я согласен, мне практически ничего добавить. Сейчас действительно прецедент создан, соответственно, все страны могут воспользоваться этим опытом. То есть, с юридической точки зрения, к ним придраться уже нельзя будет. Поэтому сейчас действительно происходит переток капитала на рынки, которые являются более надежными, и это американский рынок. Этим вызван рост, и, в общем, не исключено, что американцы не просто обновят очередную максимум, а еще и, в общем, нарисуют рост там от 5 до 7%. Вот от текущих. Да, то есть я такого сценария тоже не исключаю. Потому что пока предпосылок именно на какую-то коррекцию прямо сейчас у американцев нет. Причем, смотри, все-таки мы говорили, смотри, да, причиной для коррекции что может служить? Ну, какой-то негатив, да, причем в мировом масштабе. Вот чем не негатив в мировом масштабе, ситуация в Европе сейчас? Для американцев все равно это не так существенно, потому что это европейский кризис. Для американцев у них там немножко другие вопросы поднимаются. У них самое главное это когда будет закончен очередной раунд КУЕ. То есть когда завершится вся эта программа, и после этого в любом случае рынки уйдут в коррекцию, потому что это будет новое абсолютно ценообразование. То есть сейчас идет массивный выкуп облигаций с рынка, накачка экономики ликвидностью, и в какой-то момент они просто начнут сворачивать эту программу, что вызовет, ну, большую фиксацию. То есть мне кажется, что это будет где-то двухлетнее такое затяжное движение с уклоном все-таки вниз. Когда именно это начнется, сложно сказать, нужно следить за риторикой. Пока риторика за продолжение выкупа. Ну, связываем мы начало вот этого, да, ну, двухлетнего, как ты сказал, цикла именно с окончанием программы КУЕ. Ну, это основная торговая идея именно для американцев. То есть пока они покупают, потому что денег на рынке огромное количество. Как только они поймут, что это количество станет ограниченным, они начнут уже потихонечку фиксировать. А сейчас есть основания, вот уже, ну, какие-то реальные сроки для окончания программы КУЕ? Ну, ближайший год я не ожидал бы. То есть до конца этого года точно? Ближайший год, наверное, все-таки. Ну, то есть и начало следующего года тоже, да. Ну, нет никаких оснований для этого. По большому счету, запас прочности американской финансовой системы и там запас ликвидности, который у них есть, вот сколько они денег могут еще продолжить печатать, он настолько гигантский, что, то есть, они точно переживут распад еврозоны. Да, любой кризис. А дальше уже будут естественным причинам, они просто будут на коне, просто потому что у них самый большой запас прочности в экономике. А еврозоны все-таки распадется? Ну, как минимум, я ожидаю, что в ближайший год мы точно увидим выход одной или двух, может быть, периферийных. Причем вот этих, да, как раз лузеров, которые мы обсуждаем, да, последние несколько лет. Или какой-то неожиданно, кто-то, Италия сейчас, да, Берлускони, наконец, сядет и скажет, все, ребят, до свидоса. Ну, да, ну, то есть, Кипр, например, хотел бы, но никто их не отпускает. Не пущает его, не пущает. Спасибо. Значит, мы сейчас новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Итак, продолжим, уважаемые слушатели, эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Иван Кабулаев, управляющий директор инвесткафе, и Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций Росевробанка. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. И вопрос риторический в тему, по крайней мере, да, сегодняшнего эфира был выдвинут. Быки или медведи? На чьей стороне преимущество? Олег, а ты? Рынок сейчас медвежий. Медвежий, да. Рынок медвежий. Ладно, уважаемые слушатели, напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, и сайт компании финам.ФМ. Задавайте вопросы, звоните, пишите. Мы продолжим наш разговор. Ну что ж, так что же делать-то все же? Российский рынок акций, я так понимаю, абсолютно безидейный сейчас, Вань. Наоборот, все в идеях. Все в идеях, все продавать. Наоборот, наоборот. Сейчас же очевидно, что перепроданы. И сейчас нужно, ну, заходить, самое время заходить именно тогда, когда все убегают. Потому что все очень дешево. Дешево мы в перерыве здесь как раз обсуждали. Дешевле электроэнергетики, наверное, в мире нигде нету больше. Дешевле, чем в России, нету банков. Многие публичные банки, которые там по пол капитала, ну, это, ну, то есть для системообразующих крупных банков, это, ну, то есть... Ну, мы имеем в виду Сбербанк в виду, прежде всего, да? Мы имеем в виду, конечно, ВТБ. Я, по крайней мере, имею в виду Сбербанк. Сбербанк относительно ВТБ раза в полтора дороже, вот. Ну, наверное, лучше, вот, чем-то, но вряд ли столько же количества раз лучше. Вот. При этом и тот, и другой институт, они действительно там инвестиционно очень привлекательны, но настолько перепроданы российские компании, что, ну, я бы рекомендовал только покупать. Ну, конечно, осторожно, то есть, там, не залезая с большими плечами, не залезая в долг, и нужно осознавать, что это заход, как каждый раз я это говорю, каждый раз повторяю, нужно заходить надолго. Надолго. То есть, никаких спекулятивных, за исключением случаев хеджа или арбитража какого-то, да, ну, каких-то спекулятивных историй практически не осталось. Очевидно, что российский рынок отрастет, но вопрос, когда? Ну, то есть, это может произойти через несколько лет. Ну, то, что он отрастет, практически очевидно. Ну, смотри, с другой стороны, ведь очевидно, если сейчас подбирать тот же ВТБ или еще что-то, да, или энергетику, то она еще может гораздо ниже сходить. Поэтому аккуратно нужно в долг залезать и брать надолго. Ну, ВТБ, за которую еще буквально несколько месяцев назад платили больше шести копеек, сейчас стоит меньше пяти копеек, 4,9 сейчас вот она котируется. Ну, то есть, это куда? Это вообще смертный. Конечно. Олег, у тебя какие мысли? Сейчас по-прежнему рынок очень точечно подобранных бумаг. Объясню почему, потому что ликвидности... Еще раз, очень точечно. Точечно. Да, точечно. Потому что денег на рынке свободных, которые готовы покупать, хватает на определенное количество компаний. Их там буквально, ну, можно на пальцах, да, двух рук пересчитать. Это, естественно, первый эшелон и компании, в которых есть какая-то фундаментальная идея. То есть, например, Газпром, в котором там идет приватизация облгазов. И, возможно, если эта сделка все-таки состоится, в прошлый раз, как мы помним, это не произошло и там все попадало. Если это состоится, то в Газпроме нас в любом случае ждет ралли, потому что в прошлый раз это сколько? 80 рублей он прибавил на идею как раз приватизации облгазов. Она позитивно выглядит на фоне всего остального. И, естественно, торговое решение – покупать. А кто будет это делать? Кто будет покупать? Потому что, а, отток продолжается, все убежали. И я так думаю, что те, кто увел свой капитал, ну, не резиденты, я имею в виду, вряд ли им интересно, что там происходит в Газпроме. Вот вряд ли им интересно. С рынка все деньги все равно не уйдут. То есть, есть дивиденды, есть реинвестирование. В любом случае, какое-то определенное количество средств на рынке будет свободным. Но это, прежде всего, наши, да, отечественные средства? Сейчас пока да. Потому что иностранный капитал, мы видим, что он бежит. Я хотел бы добавить, что когда он придет, он, конечно, первым делом будет Газпром покупать. Потому что Газпром стоит, там, 2,5 пи, и таких фишек на рынке больше нет. На рынках, в принципе, в принципе, в широком смысле, на мировом рынке такого больше нет. То есть, опять надо просто дождаться, дожить бы до того момента, когда этот капитал придет. Я, если честно, думаю, что весна у нас ознаменуется как раз притоком этого капитала. Да, но вот немножко не угадал по времени. Ну, как в том, они говорят, такая весна, ты видишь, да, что делать? Такая весна. Ну, я думаю, что сейчас последние нервы высадят у самых крепких покупателей. И вот после этого уже пойдет приток. Потому что сейчас вот многие уже на грани, многие клиенты просто уже, они просто уходят с рынка. Инвесторы забирают деньги, вкладывают во что-то другое. Потому что уже, да. Нервы-то они не железные. Да, нервы не железные. Умирают нервные клетки. Кстати, сейчас вот, я надеюсь, благими намерениями европейских чиновников убьют последнюю гавань безрискованного актива. Вот все же раньше думали, что депозит это самое безрисковое, да, там гарантированное. В Европе-то вообще 100 тысяч евро гарантированное. Не как у нас. Да, 700 сколько. А там 100 тысяч евро. А оказалось, что и не совсем. Не совсем, неправда. И могут забрать, и могут порезать. А раз могут порезать, то даже надо смотреть на фундаментальные факторы. А фундаментальным фактором рынок акции, он на самом деле не так плохо, как может показаться. То есть в качестве альтернативы, да, вот этого якобы безрискового ранее актива, нет риски там вообще. Риски даже не рыночные, вообще не структурированные риски. Конечно. Просто ребята сказали взять и взяли, и все. Причем хотели-то взять вообще со всех банков, у которых там и с ликвидностью все хорошо, и с рейтингами все хорошо. Некоторые из банков являются филиалами российских банков. То есть не дочерними структурами, а филиалами наших российских больших банков с отдельным балансом. Ну то есть вот такая линейка неправильная. Неправильная. И вот в качестве альтернативы, да? В качестве альтернативы, я думаю, что будет ребалансировка, конечно, активов, будет переосмысление рисков. И в рамках переосмысления этих рисков, конечно, доля того, что раньше считалось рискованным активом, она должна быть увеличена. И народ посмотрит на... Ну и плюс ко всему, да, по поводу депозитов я вспомнил. У нас же недавно новый глава ЦБ появился. Он еще не появился формально? Ну как бы формально нет, но тем не менее курс поменяется. То есть сейчас все ждут того, что будет смягчение монетарной политики и, возможно, понижение ставок. Более того, 15 минут назад Крепыч заявил, что в ближайшее время мы понизим ставки. То есть уже не дожидаясь, когда даже на Биулина вставка? Вот так вот, дословно, новость пришла. В ближайшее время, да. Ну вот, соответственно, курс выбран правильно, потому что, когда люди поймут, что на депозиты уже не очень выгодно вкладывать, соответственно, деньги тоже потекут на рынок. То есть это будет уже приток нашего капитала. Вот не иностранного, потому что... Я вам хочу сказать, что в этом случае у нас с вами миссия все-таки. Я, извините, за пафос, я люблю иногда пафосы нагнать. У нас миссия для того, чтобы обычный инвестор, далекий от фондового рынка, все-таки понимал, да, что фондовый рынок это не скопище жуликов и бандитов, которые непонятно что делают, да, только лишь бы руки вывернуть. А это вполне реальные вещи. Вот у вас, да, с банковским депозитом сейчас, видимо, будет менее доходно. Так вы смотрите на фондовый рынок, потому что он может больше доходить. Но как минимум на облигации, потому что сейчас спред между депозитом и облигациями будет расти. Совершенно верно. То есть вот этот имел, да, не худо без добра. Это на самом деле очень хорошо. Это отрезвление, конечно. Все сидели и думали, что это очень классно. Вот там в западной прессе сейчас активно, они же любят такие истории, кейсы, да. И там постоянно на каких-то там бизнесменов, которые живут в Кипре, приводят примеры их, когда они живут на проценты, просто как положить деньги в банк под 5%. Ренте, да, французский вариант. Ну да, 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 да. А сейчас это все улетучилось, потому что они скопили там приличные деньги, положили их под 5% в банк, который системообразующий. А у них раз и завод. А вот оказался этого всего и так и улетучилось. Вот. И, конечно же, там переосмысление произойдет. Я бы еще хотел добавить, что у нас сейчас многие акции дают дивидендную доходность больше, чем соответствующие облигации того же имитента. Причем там в разы бывает доходность выше. Ну тут наглядный пример того, насколько перепроданы российские бумаги. Да, даже если взять, например, Сбербанк, сейчас выгоднее купить акцию Сбербанка, чем класть деньги на депозит Сбербанка. Почему? Ну потому что доходность получается больше за счет дивидендов и роста курсовой стоимости. Вот начиная с посткризисного времени, когда закончилось падение, все с тех пор выгоднее покупать Сбербанк. По каким бы ценам он ни торговался, он все равно рано или поздно доходит до этих цен и выходит выше. Второй пример это Газпром, который дает 5,5-6 дивидендную доходность. Облигация Газпрома дает там 2-3 процента доходности. 6 здесь, 2 здесь. И плюс еще остается сам Газпром. Я не думаю, конечно, что я, во-первых, согласен, это здорово действительно. Я не думаю, что я сильно, может быть, разочарую слушателей несогласием со своим, с вами. Просто я даже не согласен, идет речь. Я просто хочу сказать, что не так много дивидендных в истории-то на рынке российском. Или все равно достаточно? Не, почему? Достаточно много. Ну, больше 10. Больше 10. Да, у нас много компаний пересматривают, в принципе, политику. Это, например, из последних это Акрон, который совершенно феноменальную дивидендную доходность продемонстрировал. И единственная проблема, что многие компании, которые переходят на новую политику, они начинают платить дивиденды промежуточные. И люди, которые привыкли покупать в феврале-марте под дивиденды, они уже этих дивидендов не получат, потому что они выплачены были. Отсечка была там в сентябре-октябре. Но, тем не менее, все равно есть хорошие, интересные дивидендные идеи. То есть из голубых фишек, например, мне кажется, что Роснефть будет через какое-то время пересматривать свою дивидендную политику, потому что они в любом случае из ТНК-БП, из ее дочерних предприятий, это Славнефть и ТНК-БП Холдинг, они будут постепенно выкачивать прибыль. А они уже на зале, как они будут выкачивать? Они же, они будут за счет займов брать, из дочек своих. К сожалению, для ТНК-БП Холдинга это было летально. Для миноритариев, да. Вот. И тот же самый ГМК Норильский Никель. Там же последнее интервью было. Они фактически будут платить за 2013, а, за 2012 год они выплатят чуть меньше 400 рублей, потом они будут платить почти 600 рублей за 2014. Ой, за 2013 и за 2014. А дальше, возможно, еще будет увеличение. То есть, если брать, например, по текущим, то это доходность в районе 15% годовых. При условии, конечно, что не будет общемирового какого-то падения спроса и так далее. То есть, если кризисная волна не захлестнет. Да, и, кстати, вот на этом фоне очень выгодно смотрятся государственные бумажки, потому что их государство обязало выплачивать 25% от прибыли по РСБУ. Соответственно, они уже, ну так, по большому счету никуда не денутся. Даже если захотят как-то политически минимизировать, все равно там таргет настолько высок, что они так или иначе на эту планку будут ориентироваться. Вот. И поэтому все госактивы именно с этой точки зрения интересны. Ну, здорово, здорово. Оказывается, все так плохо. Спасибо. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. Ну и главное, мои сегодняшние гости за это им огромное спасибо. Респект и уважуха, что называется. Да, неожиданно все-таки для меня, как минимум неожиданно, принесли оптимистичные идеи. Оказывается, не все так плохо в датском-то королевстве. Надо покупать. Причем очевидные вещи не надо искать, да, в третьем эшелоне какие-то там. Ну, сейчас в третьем эшелоне вообще очень рисковое дело. Ну, я потому что недоступные для большинства, да, для большинства недоступные какие-то вещи. А есть голубые фишки, которые, в принципе, имея брокерский счет, вы везде можете их реализовать, эти идеи. Значит, я напомню, эти оптимисты сегодня в студии. Это Иван Кабулаев, управляющий директор инвесткафе, и Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций РосЕвробанка. Ну, давайте продолжим. Давайте продолжим, значит, возвращаясь к российскому рынку акций. Да, не все так плохо, уже хорошо. Более того, даже есть определенные перспективы. То есть мы смотрим с вами на... А, Вань, продолжи, пожалуйста. Да, государственные компании, которые... Государственные компании, дивидендные истории. То есть сочетание вот этих двух факторов, это практически, в большинстве случаев, беспроигрышный вариант. Но на длинную перспективу. На длинную перспективу. Ну, либо отдать в управление, да? Или отдать в управление тому, у кого крепкие нервы. Все-таки у нас очень волатильный рынок, один из самых волатильных в мире рынков. А рынки непростые, нервные, дерганные, и поэтому нужно, ну, то есть нужно ответственно к этому подходить. Ну, и, конечно, в любом случае, вот когда мы говорим об акциях, да, то есть это какая-то небольшая доля портфеля всего. То есть не все деньги, которые ты имеешь, да? Конечно, не последние, не там, не залезая в большие долги и так далее. То есть нужно всегда помнить о том, что это все-таки акции, это рискованные инвестиции, они могут подешеветь. Ну, опять-таки, если, да, говорить о долгосрочных перспективах, да, то есть подешевели они, но рано или поздно отрастут. Да, но самое главное, даже не рано или поздно, ну, это все тоже важно, они действительно отрастут. Вот, скорее всего, когда-то, там, в обозримом будущем. Но важно, что это актив, который никуда не денется. Всего можно, там, не знаю, завещать потомкам. Вот, и от того, что пройдет какое-то время, Газпром не перестанет быть Газпромом. Вот, даже если он, там, реструктуризируется во что-то другое, когда-то, там, через 10 лет. Ну, с другими словами, я купил по одной цене, да, но не тем не менее, я купил реальный актив. Вот у меня есть акция. Она подешевела в цене, но все равно это акция. Это акция компании Газпром, и она, так сказать, имеет ценность вечную, да? Главное, чтобы не как с ВСК ЕС, ой, с РАУ ЕС. Ну, я думаю, что до Газпрома-то не дойдет, и все может быть. Ну, да, все может быть. Ну, даже если РАУ ЕС, вспомните, там все-таки остались другие компании, да, и там понятно, что по цене... Половина не торгуется уже. Уже не торгуется, они были разделены, но все равно там, да, вот, нужно помнить, что там, за этот период все заплатили дивиденды, и вообще какую-то ценность все равно это имело. А если вспомнить, сколько банков лишились лицензии за это все время, да, то тут нужно, там, ответственно взвешивать это все дело. Что является безрисковым? Ну, то есть, да, в качестве альтернативы, да, то есть мы рассматривали, что кто-то купил РАУ ЕС, да, и кто-то положил в банк. И не факт, что... Кто-то положил в банк, выигрыш и остался. Потому что разные банки, да, разные. Хорошо, хорошо. Значит, тогда давайте все-таки мы опять с вами вернемся, значит, к макроэкономике, если позволите, да, и поговорим о том, что... Ну, вот Олег правильно сказал, в принципе, да, мы вкладываемся с вами в российские акты, основания для этого есть, уже все это озвучено, но... Во-первых, мы не можем с вами, да, так сказать, какую-то перспективу временную, да, сформулировать. Ну, на долгий срок, это понятно. И опять оговорка, да, что называется по Фрейду, всегда мы говорим о том, что если вдруг не случится что-то, вот что-то. А что это что-то, Олег? Из самого ближайшего, это было правильно озвучено, что опыт, который использовался, сейчас и в данный момент используется на Кипре, может быть перенесен в какие-то другие более крупные представители Евросоюза. Это Италия, Испания, ну, Греция из более таких. Ну, то есть вот этот глобальный макроэкономический риск, он из еврозоны, да? Да, и он, в общем-то, огромный. Плюс ко всему большой риск идет сейчас из Японии, потому что там идут валютные интервенции огромные, то есть печатают огромное количество денег, и все это приведет к схлопыванию облигационного пузыря. То есть деньги из облигаций перетекут сначала в акции, это, понятно, вызовет определенный всплеск, и акции начнут расти. Но после этого начнется период спада, и японский рынок тоже поедет вниз. И потянет за собой, да, или может починуться? Ну, он потянет за собой немного, конечно, но азиатский сектор все-таки, да. Соответственно, в Америке, мы риск уже основной озвучили, да, и он связан с завершением политики КУЕ. Вот это основные риски, за которыми сейчас нужно следить. Единственное, по Европе я бы сейчас не ставил на ближайший, вот буквально, не знаю, на ближайший год-два я бы не планировал таких же операций, которые сейчас происходят на Кипре, то есть списание от 20 до 40 процентов вкладов. На ближайший год-два, да? Я думаю, что этого не будет. Сейчас с Кипром, ну дай бог, каким-то образом решится, да, уляжется эта пыль, все, все забудут и немножко выдохнут. Да, и не в мае, и не в июне, и не в июле новая какая-то история возникнет, да? Если они, в конце концов, ну, то есть они уже упустили момент быстрого, быстрый и болезненный, но краткосрочной операции. Вот, и сейчас они переходят все в какую-то вялотекущую, как бы вот эту вялотекущую штуку. То есть опять по кусочкам хвост, по кусочкам опять они, да? Проблема в том, что они вообще взяли хвост, держат его в руках, но ничего не отрезают пока. Ничего не отрезают. Так, а для, учитывая, что вот этот Кипр использовался как промежуточное транзитное звено для финансирования различных международных операций, вот именно банки кипрские, мы сейчас можем оказаться в ситуации, когда вот то, что они просто заморозили всю деятельность, это приведет к каким-то проблемам с ликвидностью у тех институтов, кто использовал этот Кипр как транзитный центр. Ну, очевидно, ведь там банки не работают до сих пор, и более того, каникулы продлили, по-моему, уже до двадцать девятого, да? Ну, сегодня у нас двадцать какое-то день? Шестое, да. А, двадцать девятый первый день, видимо. Вот, вот, вот. А обещали сегодня открытие, продлили до четверга, не исключено, что продлят еще, да? Не исключено абсолютно, потому что они до сих пор, на самом деле важно очень, что они до сих пор не решили самого главного. Ну, то есть, вот это, вроде как они победные реляции такие сделали, вот, мы решили, пострадают только два банка, один из которых мы убьем, а второй мы, там, вроде как, накачаем какими-то активами, вот. А все остальные, вроде как, не пострадают. Но, самое главное, они не сказали. У них остались инструменты по, ну, из важных инструментов, по конвертации текущих счетов в депозитные, ну, в российском понимании этого слова, в срочные какие-то счета. И второй инструмент — это ограничение подвижения капиталов. Вот это самые важные вещи. И они пока не решены. Ну, по-моему, они сегодня как раз озвучили. Вроде как, опять слухи, мы, вроде как, примем, и для этого, кстати, не нужен будет парламент. То есть, не нужно будет... Часть из этих средств, которые они собираются заморозить, они будут конвертировать в государственные бумаги. А это у тех двух банков, которые так или иначе, грубо говоря, умирают, да? Речь идет об остальных институтах. Вот что будет с РКБ, что будет с промсвязь банком, у которого там филиал, что будет у других структур, в том числе и не банковских, а промышленных структур, через которые, там, гоносировали различные операции. Вот это самые важные вопросы, которые для российского... Сейчас заморожены движения в принципе, да? Не только кипрских банков, да? Любых банков. Нет, все, кто находится на Кипре, все не работают. Причем они не работают даже между банками. В одной стране не могут перенаправлять средства. И это, на самом деле, может оказать, ну, там, радикально негативное влияние для России. Вот если говорить о коротких факторах, о сроках, да? Да, да, да. Вот если мы все-таки увидим до конца этой недели решение какое-то, пусть оно будет плохое, пусть оно будет болезненное. Главное, чтобы оно было. Пусть оно будет дорогостоящее для нас, да? Важно, чтобы оно было. Важно, чтобы у рынка появилась определенность. До тех пор, пока они держат ситуацию в напряжении, мы видим только нагнетание этой обстановки. Причем, как на Кипре, на самом, когда люди в очереди выстраиваются перед банкоматами. Мне понравилось. По-моему, у Блумберга иллюстрации была очередь к российскому банкомату Сбербанка, который вообще на Кипре никак, да? Да, понятно. Они часто пользуются. Да, они, да, вот как-то так вот. Путают эти штуки. Вот, и, то есть, там очереди, там демонстрации. Там сегодня вышли школьники со словами, вы у нас, Европа, вы у нас отнимаете будущее. Нам негде будет работать. Вот. И вот это социальное напряжение, оно может перерасти во что угодно. Там, Греция, мы уже это видели, когда там люди чуть ли не там коктейлями молотов начинали бросаться друг в друга. Вот, лишь бы, лишь бы у них не отнимали там работу или, наоборот, дали работу. Вот, чем это обернется для Кипра и будет ли всплеск в других странах? Ну, посмотрим. Ну, вот такие, да, краткосрочные, да, наверное, риски, да, которые нам сулит продолжение проблем на Кипре, продолжение проблем в еврозоне. Кстати, по поводу еврозоны очень много, ну, не очень много, но какие-то сообщения идут, но вот они все как-то, да, вторым планом проходят сейчас и абсолютно не воспринимаются даже вот визуально. Я понял. Хорошо. Ну, это, кстати, раз в какой-то период выбирается некий триггер, и он, соответственно, обыгрывается. Ну, это так медиа работает, им нужен один какой-то громкий повод. Вот, я практически каждый раз вспоминаю эту историю с Дубаем, да, когда был Дубай World, да, корпорация, которая, ну, государственная, вот, и падение которой могло повлиять на все. И все активно разыгрывали эту карту, в тот момент забыли и про Грецию, и про другие проблемы, вот. А потом появилась проблема долга американского, все перекинулись туда, теперь появилась проблема Кипра, и давайте все разжигать историю. Ну, то есть в какой-то степени такая манипуляция идет. Ну, это пиар, пиар значительно имеет. Ну, это нормально. Нет, это, ну, дыма без огня не бывает, как в случае с Абрамовичем, как выяснилось, он все-таки давал какие-то показания где-то. Ну, его как-то не арестовали. Да, его не арестовали. Пригласили дать показать. Вот. То есть дыма без огня не бывает, но степень раздутости, конечно, она там часто... А можно еще говорить о том, что вот то, что затягивается решение по Кипру, ведь оно, я так понимаю, затягивается по нескольким причинам. Ну, как минимум две стороны там есть, да, это непосредственно власти Кипра и представительство. Той самой тройки большой. Но они не особо и затягиваются. То есть там-то как раз все очень оперативно решается. Это вопрос предыдущей полутора недель буквально. То есть они за полтора недели нашли все-таки выход. Для нас, конечно, это не самый приятный выход, но тем не менее. Ну, это выход, что-то самое. Да, это тем не менее выход. Если взять все же самые штаты, они-то затягиваются, умеют затягивать куда более профессионально. То есть когда у них ставит вопрос какой-то ребром, они его до последнего момента затягивают и дальше уже приходит какое-то решение. Поэтому сейчас все, на мой взгляд, очень оперативно сделали. И даже вот то, что продлили опять банковские... То есть мне кажется, что... Единственное, что ликвидность, ограничение ликвидности, вот это, конечно... То есть американцы при этом, да, они в последний момент действительно всегда увеличивают потолок госдолга, это правда. Но при этом они не ограничат операции банков. Ну, то есть жизнь продолжается, но она в подвешенном состоянии. А здесь она закончилась, по сути, да, в какой-то смысле. Жизнь на Кипре сейчас, финансовая жизнь, она же не происходит совсем. Ну, она там просто, да, наступила пауза. Интересно, а как люди там живут? Нет у вас никого знакомых на Кипре? Несколько людей отдыхают там сейчас. И говорят вообще, что-то происходит, что ли? Они не финансисты, не следят за новостями. Ну и цены на недвижимость, которые курортные, они там растут. То есть как бы... Пока, по крайней мере, растут. Пока растут. Да, курортные, на самом деле, курортные зоны, это такая точка, которая, в общем, беспроигрышная. То есть особо падать-то они не будут. Потому что в любом случае такие места будут пользоваться спросом. И причем даже если худшее предположить, что Кипр обновляет дефолт и выходит в еврозоны, возвращается к фунту этому кипрскому. То есть все равно, да, море-море, пальмы-пальмы, песок. То есть это для них самое классное решение, на самом деле. Против него, естественно, выступают остальные участники Евросоюза. Потому что, ну, они-то, понятно, они сильно проиграют. Потому что, ну, это надлом такой, который может не выдержать все остальные страны вместе взятые. Кстати, я где-то читал, что премьер-министр Кипра сам по этому поводу высказался негативно, что это не вариант для нас. Он не мог по-другому. Ну, конечно, у них 60% населения за то, чтобы выйти. Они не хотят, чтобы вот им сверху навязывали какое-то решение. То есть его высказывание за эту позицию, да, еще могло просто добавить масла в огонь. Но они находятся все сейчас, все политики Кипра находятся между Сциллой и Харибой. То есть их с одной стороны прессует еврозона, и они понимают, что изнутри они денег ниоткуда не достанут. Им только оттуда могут дать денег. В России они приехали, ну, с чем приехали, вроде как с тем и уехали. И я подозреваю, что приезжали они за другим, скорее. Вот им, видимо, высказали, что им думают про то, что они могут забрать российские деньги российских банков. Сейчас прервемся еще раз, послушаем новости на Финам.ФМ, потом задолжим. Итак, последняя часть нашего эфира. 12 минуточек у нас осталось еще посудачить по поводу происходящих событий. У меня, кстати, есть конкретные вопросы к вам, уважаемые гости. Продолжим мы наш эфир. Я напомню, сегодня в гостях Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе, Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерской операции РосЕвробанка. Обсуждаем мы текущую ситуацию. Ну, все так, все так, на тоненького. Понятно, что. О валюте. Поскольку уж мы говорим, да, о банках, о финансах, о валюте конкретно. Ну, и если позволите, такой простейший пример, да, кто-то наверняка у вас таких примеров полно и говорит, вот у меня там обращается знакомый, родственник. У меня в евро небольшая сумма лежит. Вот что делать в связи с тем, что происходит сейчас? Евро не самый лучший способ сохранения капитала. Ну, и если посмотреть на динамику, даже по отношению к рублю, евро к рублю падает, доллар растет к рублю. Вот это парадокс, парадокс с одной стороны, с другой стороны, наверное, об этом есть какая-то логика. Ваня, как ты считаешь? Ну, логика есть, рубль в данном случае просто производная от того, что происходит. От евро-доллара, да, производная? Конечно, да, да, да. То есть, ну, рубль на мировом рынке пока не играет какую-то существенную роль на это. И он там против тренда тоже никуда не денется. Другой вопрос, отвечая на вопрос, у меня есть евро, что мне с ними делать? Ответ на этот вопрос зависит от того, что еще есть у человека. Кроме евро. Ну, конечно, да. Всегда нужно говорить о какой-то корзине. И в России имеет смысл говорить о корзине из трех валют. Рубль, доллар и евро. Вот. И я бы рекомендовал процентов 30-40 держать в долларах, процентов 15-20 в евро и остальное в рублях. Но моя рекомендация, это в отношении того портфеля, который вот не нужен для текущего потребления. То есть, они не используются при этом как, ну, там, рентный какой-то портфель. Потому что, если человек живет в России и в основном он тратит рубли, то даже несмотря на то, что у нас на рубль очень сильно влияет курс доллара, вот, нужно там больше половины держать в рублях в таком случае. Потому что, напомню, что держать просто в какой-то валюте, это, ну, безрассудство. То есть, это прожигание денег, эти деньги продает инфляция. А по долларовым активам доходность всегда низкая была. По евро она сейчас очень низкая. А в рублях все-таки это, там, большой, приличный текущий доход, который можно получать. И, там, и по акциям, и по облигациям, и по депозитам. Поэтому важно всегда говорить именно об активах на минированных валюте, а не просто о сухой валюте. Ну, и вот, с точки зрения обывателя, да, евро, учитывая вот все эти баталии, она не исчезнет с лица земли? И все мои тогда сбережения, накопления... Нет, ну, она вообще с лица земли исчезнуть теоретически даже не может. Оно во что-то может превратиться. И такое у нас было. У нас до евро был, ну, она не существовала в наличной форме, был IQ. Вот, а после евро был, ну, вообще, сначала евро был вообще в нематериальной форме, не было наличных денег, потом евро появились наличные. Вот, ну, валюта трансформируется через, там, пару сотен лет, возможно, не будет. Евро, может, и доллара не будет. Ну, понятно. Ну, пару сотен лет, наверное, так мы не загадываем. Смотря какой у нас диапазон. Нет, на самом деле, человечество стареет активно, находится в новой пути продлевать жизнь людей. Может быть, мы на пороге как раз вот таких долгосрочных... Ну, то есть, и все наши инвестиции, о которых мы сегодня говорим, они тоже будут логичны вполне. Газпром покупаем на 200 лет, потому что, во-первых, у нас есть, да, лекарство от бессмертия, скоро появится, Ваня пообещал. А во-вторых, через 200 лет Газпром точно вырастет. Будет 150 рублей стоять. Против нынешних 130, да? Конечно. Олег, ну что ты? Ставите на очень низкую инфляцию. Понял, да, я понял. Если отвечать на вопрос по поводу «Лежит евро, что с ними делать?», я бы все-таки перекладывался в доллар. Потому что основная перспектива ближайших лет, и я уже говорил про это, это остановка станка. И это вызовет не только коррекцию на фондовых рынках, но и переток, во-первых, в валюту, именно в доллар. И плюс ко всему какой-то небольшой взрыв на облигационном рынке. Поэтому доллар, он будет укрепляться в ближайшие годы. Плюс ко всему, сейчас же что они сделали? Они во власть Белого дома передали такую функцию, как повышение потолка госдолга. То есть теперь они в обход голосования. То есть они к конгрессу не будут кланяться каждый раз, да? Да, они теперь имеют право это сами принимать решение. Вот решают же ребята все вопросы практически. Поэтому риск госдолга, он ушел в сторону. Сейчас остается идея окончания КОЕ. Соответственно, на этом потихонечку-потихонечку доллар будет расти. Если говорить о евро, то доллар против евро будет расти. И мне кажется, что против рубля тоже пока. Знаете, есть один очень важный комментарий. Но нельзя забывать, что мы все-таки живем в России, да? И если мы даем рекомендации российскому гражданину, то нужно помнить о том, что Россия в основном импортирует товары, номинированные в евро, а экспортирует нефть, номинированную в долларах. Ну и другие ресурсные товары. То есть нам обязательно нужно помнить, что в любом случае от евро совсем отказываться нам, россиянам, нельзя. Потому что в любом случае у нас вот в нашей даже инфляции, в нашей потребительской значительной части сидит удорожание евро относительно рубля. То есть, грубо говоря, если евро... Валютный риск, так называемый. Конечно, да. И вот цель любых диверсификаций в российском поле, важно элиминировать вот эти дополнительные валютные риски. Не брать их, по крайней мере, на себя. А если брать, то осознанно брать. Именно поэтому корзина, да? Именно поэтому обязательно корзину надо держать. Но при этом очевидно, что позиция доллара лучше, чем позиция евро на мировой арене. Хорошо, тогда на мировую арену и пара евро-доллар. Что вы в ближайшей перспективе от нее ждете, учитывая текущую динамику и так далее и тому подобное? Олег? Я жду продолжения снижения. Снижения все-таки, да? То есть вот сейчас там, грубо говоря, 1.29, то есть ближайшие месяцы... Раньше модно было говорить про некий паритет. Вот, я помню, все форумы пестрели. Ну, я не знаю, какой там сейчас паритет, но динамика все равно за снижение евро против доллара. То есть, другими словами, смотри, я могу предположить, что решение кипрской проблемы – это временный позитив, который даст возможность, да, там, чуть-чуть евро к доллару повыситься. Но который сохранит общую напряженность вокруг евро. А оттуда, соответственно, опять мы можем увидеть продолжение нисходящего тренда. Ты как смотришь на евро? Я бы смотрел даже не на евро, но если я хочу получить ответ на вопрос, что будет с евро дальше, я буду смотреть на безработицу в Испании и безработицу в Италии. Так. Если там ситуация будет улучшаться, значит, с евро все будет, в принципе, нормально. И тогда мы можем видеть, ну, что-то в коридоре 1, 2, 1, 3. Ну, вот как-то такой коридор. Вот. А если там будет все плохо, а я думаю, что будет все плохо там, вот, с безработицей и вообще с экономикой. По крайней мере, да, сигналы, что там может что-то улучшиться. Конечно, никаких улучшений, никаких улучшений не планируется. И тогда мы, конечно же, действительно можем увидеть и 1, 1, и 1, и 0. Вот. И мы туда уйдем. Вот. И это, на самом деле, для европейской экономики это, конечно, очень классно. Вот. Потому что вот эти, это, ну, тоже, это тоже элемент одной большой игры. Вот эти валютные войны, о которых все говорят, это вот они и есть. Мы и видим их. Германия, в первую очередь, заинтересована в том, чтобы евро стоило дешевле. А все остальные, ну, тоже по столько, по сколько. Ну, то есть, грубо говоря, если евро получится ослабить не за счет валютных каких-то интервенций, а за счет какой-то ситуации, да, это будет выгодно для страны определенно. И она в какой-то степени эту ситуацию просто, да, как пиарит, пиарит. Да, но при этом важно не перепиарить эту ситуацию так, чтобы еврозона не развалилась. Потому что такое бегство капиталов именно. То есть не макроэкономическая нестабильность какая-то, которая приводит к... Снижению валюты. Да, к снижению валюты. А именно развал. Ну, то есть там будут фундаментальные катаклизмы. То, ну, они этого, конечно, не хотят. Им важно сохранить еврозону из политических соображений, потому что у них остается вот это гигантское влияние. То есть, грубо говоря, Меркель сейчас реально правит Европой. Все остальные политики, ну, мы, я не знаю, есть те, кто следят, да, они... Ну, вряд ли кто-то слышал заявления испанских политиков, французских политиков. Ладно заявления, и фамилии-то их не всегда слышали. И фамилии, да. Брюссель, ну, просто потому что это столица Евросоюза. И Германия. Все. Где все остальные? Где все остальные страны с гигантскими экономиками? Их нету. Вот и Италии, например, нету. Хотя Италия, это, ну, огромная экономика больше российская. Сейчас мы больше вспоминаем именно потому, что, да, пришел, там, выбрал господин Берлускони, да, человек одиозный, человек неоднозначный, и он пытается замутить там что-то опять. Это я читал, кстати, последние его сообщения, что давайте либо мы, по-моему, с левоцентристами, они хотят создать коалицию. Если вы откажетесь, то мы сейчас пойдем на повторные выборы. Он карту такую разыгрывает. По поводу долгосрочности жизни, вот посмотрите на Берлускони, он в политике-то сколько? Он всех российских президентов, мне кажется. Совершенно верно. Ладно, в политике, в принципе, он уже как огурец. Как огурец, и постоянно, конечно, и постоянно у него какие-то, да, обурные истории. Молодца, молодца. Вот он точно в Газпром наверняка инвестирует, потому что это даст ему возможность при жизни еще дивиденды дождаться. Да. Я понял, хорошо. Ладно, значит, у нас там две минутки буквально осталось, давайте тогда, давайте тогда вот о чем мы поговорим. Ну, помимо ожидаемой в четверг, да, окончания банковских каникул на Кипре, вообще у нас на этой неделе какие хоть макроэкономические события-то? Или мы обо всем забыли уже, Олег, не помнишь ты? По-моему, на этой неделе американцы ВВП окончательно рисуют. Четверка ВВП, я понял, я понял, Ваня, все. Несущественно. Да, вопрос несущественный. Вопрос нематериален. Какая Америка, у нас Кипр умирает. Да, 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 главное, главное все-таки во главе угла именно этой истории. Ну да ладно, поживем, увидим, что называется. Еще раз. Если брать статистику, то в течение месяца я бы смотрел и в течение последующих месяцев на CPI. То есть индексент-производителей в США сейчас играет одну из ключевых ролей, потому что... На CPI именно по штатам или... Именно по штатам, да, потому что циклы долгосрочные по этому индексу начали разворачиваться. Это означает, что цены производителей потащат за собой инфляцию. А инфляция это один из ключевых факторов вместе с безработицей, который будет влиять на решение по поводу QE3. Браво, браво. Итак, CPI, да, это, собственно, у нас индекс... Ценопроизводителей. Индекс ценопроизводителей, да, мы смотрим на него. Ну то есть мы все активно ждем и ищем инфляцию в Америке. Она действительно является спасением для всех нас. В данном случае. Все, спасибо огромное. Здорово мы с вами сегодня все обсудили. И даже некий оптимизм. Еще раз повторю, у меня забрез сжил. Я напоминаю, в гостях сегодня были Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе. Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций РосЕвробанка. Уважаемые слушатели, жизнь продолжается. Вы сами прекрасно понимаете, что мы всегда ждем каких-то событий, интерпретируя их и принимаем торговые решения. Поэтому пальцы держим на спусковом крючке. Всего хорошего. До завтра. Всего доброго.